привет это iskaz.com и мы с вами находимся в москве накануне пре-пати евровидения 2015 и рядом со мной сидят участницы прошлого конкурса евровидения от нашей великой большой страны маша и настя толмачева привет девочки привет привет для вас есть рядовые вопросы про евровидение разумеется и личные вопросы которые я задумал месяц назад первый вопрос это уже год прошел как вы были на евровидении какие у вас впечатления спустя год и что вы больше всего вспоминаете из прошлого года из прошлогоднего вашего выступления поездки в копенгаген спасибо кто евровидение мы вспоминаем очень часто мы постоянно о нем говорим постоянно пересматриваем наше видео нашего выступления и участников которые участвовали вместе с нами на евровидении мы слушаем песни в машине у нас в диско евровидения и если куда-то едем то обязательно мы прослушиваем всех исполнителей конечно же это самое лучшее что могло быть в нашей жизни участие на взрослом мировидении мы бы поучаствовали еще раз большим удовольствием с огромным удовольствием уже готовить так и самое яркое впечатление вот от прошлого года что запомнилось больше всего в копенгагене может быть сцена вообще дружба какие-то вечеринки что было такое яркое впечатление что продолжает сниться может быть до сих пор запомнилось абсолютно все мы все помним от начала до конца потому что это огромный праздник это давай нам запомнилось все нам запомнилось репетиции репетиции генеральные репетиции на район тебе запомнили за репетиции может так не считай мне запомнилось той самой первой репетиции которую мы выходили на сцену репетировали все в костюмах с качелями это было очень ответственно потому что вся делегация от россии очень за нас переживала как как поведут себя качели, как будут вести себя костюмы. Как хвосты. Да, как хвосты, особенно хвосты. А что с ними было? Ну, потому что это очень сложная была конструкция. И очень долго стилисты над этим работали, чтобы как закрепить, как правильно сделать, чтобы они правильно расклеились. Поэтому это была очень сложная задача. Но наши стилисты, они с этим справились. И мы даже с Настей репетировали с одной ноги, чтобы встать на эти качели. Поэтому у нас каждый шаг, это была каждая репетиция. Много, в общем, эмоций, я понял. Что произошло нового в вашей карьере за этот год, спустя год? Что на протяжении всех месяцев, уже после этого лета прошло, осень, зима, весна настала снова? Что случилось за это время? Случилось за это время очень многое. Мы очень много выступаем, и так же, как и после детского веровидения, у нас такого нет, чтобы мы отвыкли от этого. У нас так же продолжали съёмки, у нас так же концерт, у нас так же фотосессия. И, конечно, огромная популярность, узнавание на улицах, узнавание везде. Ну, таких красоток сложно не заметить на улице. Спасибо большое, очень приятно. Поэтому, в принципе, ничего так не изменилось. И мы планируем тоже записи новых песен, так же продолжать свою карьеру. Мы хотим расти всё выше и выше, не хотим останавливаться на достигнутом. Я об этом позже спрошу. Я понял. Маша, ты что-нибудь добавишь? Ну, я согласна с сестрой. Правильно, это очень... Я согласна, согласна. Да? Ну, я всё уже правильно сказала. Хорошо. Слушали ли песни этого года? Появились ли какие-то фавориты? За кого будете болеть, помимо нашей Польушки Гагариной? Мы, к сожалению, ещё пока не прослушали... Ну, сегодня уже можно будет чуть-чуть завтра. Да, да, сегодня мы уже половину прослушаем участников Евровидения. А так мы, конечно, восторг... Десять человек — это не половина, если честно. Это четверть. Сорок человек, со 42 страны в этом году. А так мы прослушали, конечно, песню нашей любимой Полины Гагариной, и мы... Ну, как наизусть. Ну, припев хотя бы, правда ведь? Ну, да. Вот, а песня у Полины безумно красивая, и мы просто от неё в восторге. Мы постоянно слушаем. У нас дома... То есть плейлист состоит из песен прошлого года и Полины Гагариной этого года. Ну, ничего в этом плохого нет, я считаю. Правда? Я слежу за вашими инстаграмами, за обоими. Вижу о том, что у вас происходит очень много действительно всего. И последнее время, что, разумеется, я обращаю внимание, это о том, что у вас произошло очень много разных фотосессий. И на этих фотосессиях вы... Да, ты ответишь. Хорошо, Настя. И на этих фотосессиях у вас появились более глубокие декольте, более взрослые прически. Вы там уже не совсем юные девушки, скромницы. Как происходит вообще этот весь процесс? Как сами вы себя ощущаете? Больше вот в этих образах, которые вам предлагают стилисты, фотографы, да? Или это что-то то, чего вы сами хотите? Как вот происходит взросление? Ну, вы знаете, да, я тоже хотела вам ответить на этот вопрос, потому что после нашей фотосессии, которая у нас была последняя, очень было много комментариев в группах Евровидения и на всех форумах по поводу нашей фотосессии. Ну, конечно, я вам хочу сказать то, что девочки не то, что выросли, как все говорят, девочки выросли, но девочкам уже 18 лет, как бы, поэтому, знаете, мы... Ягодка созрела, бывает. Ну, вы знаете, нет такого, то что, вот я всегда это буду говорить, фотосессия нет, как сказать, не открытая, нет такого, то что сильно... Пошлости нет? Да, но... Нет, нет, пошлости, я говорю просто о том, что декольте стали более глубже, это некая сексапильность, да, это сексуальность, но при этом это не говорит о том, что это разврат, правда ведь? Да, конечно, конечно, вот, ну... Как работала с фотографом? Вы знаете, у нас замечательный фотограф, да, это наш один из лучших. Кто, кто? Давайте вместе. Я не договорила, Маша. Мы к тебе потом вернемся, или тебе вернемся? Да, мы к тебе вернемся. У нас есть замечательный фотограф в Курске, это Александр Спицын, мы хотим передать ему огромный привет. Мы его очень любим, он очень креативный, и он может из любого придумать, творческий человек, он может из любого придумать замечательные фотографии, сделать из этого шедевр. И то же самое было с этими платьями, которые последние у нас были, необыкновенные, из моих роз, и у Маши из бумаги. У меня платье было из обычной бумаги, вот, благодаря нашему лучшему фотографу фото получились креативные, да, как с картинки, и очень интересные, и не похожи на многие. Потому что обычно у нас один образ платья, там такие романтичные, можно сказать, образы. У вас вообще, в принципе, есть образ неких романтических девушек таких, и вот это было неким таким новым чем-то для вас. Так как-то у вас в душе что-то меняется, при этом вы же хотите, наверное, быть более взрослыми, может быть, у вас музыка какая-то, меняется предпочтение, может быть, вы дальше стремитесь и хотите записать какой-то трек уже там с Дип Хаусом, не знаю, с R&B, еще с чем-то. Что-то куда-то есть, вот это вот стремление не только в фотоэкспериментировать, но и в музыке. Ну, знаете, вот, если мы сделали такие фотографии, то как бы нет нас такого. У меня в душе все равно ребенок, можно сказать. Вот я остаюсь таким. Уже всегда нам все фотографы делают разные стили. Например, у меня более стиль жесткий, можно сказать, более все в темных тонах. У меня стиль более жесткий, в темных тонах. У меня стиль более жесткий, в темных тонах. У моей сестры более спокойный, романтический образ, потому что это у нас разделение характера даже в жизни. По жизни у нас Настя более скромная, Маша более боевая девочка, да, можно так сказать. И поэтому фотографы, они больше делают, все равно должно быть, я считаю, что должно быть какое-то различие между, даже на фотографиях. Потому что если будут слишком одинаковые фото, то это будет неинтересно. Хорошо. В прошлом году я слышал в одном из интервью, не в моем интервью, было, вы рассказали о том, что если вдруг когда-то у вас появятся молодые люди, и вы будете уже направляться в сторону замужества, то вы будете по-разному одеты. Что я сегодня вижу? Ну-ка, расскажите мне. Ну, все равно принты не одинаковые. Обычно у вас вплоть вообще идеальное совпадение во всем, кроме, наверное, какой-то бижутерии, да, аксессуаров. Поэтому, ну-ка, рассказывайте, что происходит. Это так случайно вышло, или так вот настроение сегодня легло, или все-таки уже, наконец, девушки взрослеют? Ну, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, но не знаю. Никого не появился, все еще свободны. Ну, свободны. 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 Хорошо, так что молодые люди. Ну, если сейчас я тут не подсуечусь. Так, следующий вопрос. Я пару лет назад общался с сестрами Петрик, я думаю, знаете, кто такие. И в моем интервью сестры тогда сказали, что в школе им приходилось не совсем сладко порой, о том, что их одноклассники не совсем понимали их популярности, их активного занятия музыкой. Я думаю, что, ну, как бы, я думаю, все знают, что сестры Петрик такие более бойкие девушки. Вы более нежные, романтичные. Я думаю, что у вас вряд ли случались такие ситуации, но все же, мне интересно, вдруг у вас что-то подобное происходило в школе, где-то среди круга друзей и так далее. Какое-то непонимание. Как вы с ним справляетесь, в принципе, и как вообще, с какими трудностями справляетесь? Я понимаю, что они у вас все равно есть, разумеется. Как находите в себе силы? За счет чего? Шоколадки, музыка, еще что? Вообще, я хочу так сказать... Настала пара Маши, прости, Настя. Пара Маши. Вот, я хочу сказать так, что нам достаточно с Настей быть вдвоем. Поэтому нас это как-то более спасает, да, и нам не скучно. А как нам относятся в школе? Ну, все по-разному, конечно. Вообще, у нас класс очень хороший, очень дружный, поэтому все к нам очень хорошо относятся. Даже после вот Евровидения, когда мы приехали в Курск уже, нас встретили просто грандиозно, можно сказать, потому что все подготовились. Вот, а так проблем у нас нет, чтобы в классе, там, мы с кем-то не общались, или с кем-то не дружили. У нас такого нет, там, начинали, там, плохо о нас говорят, там, у нас такого нет. Потому что, как-то... Возможно, это есть, но мы это не слышим, да, и как бы этого... В этом не сталкиваетесь лицом к лицу, у нас такой проблемы. Нет, нет, такого не сталкиваетесь. Ну, а если столкнуться, то... Хорошо, в жизни как происходит такое. Понятно, что вместе. Ну, еще что-то помогает? Давай, Маша. Наверное, помогает то, что мы вдвоем с Настей. Вот это единственное. Нам легче, да, самое главное. Потому что мы с Настей не разлива, да, и мы всегда с ней рядом. У нас нет такого разъединения. Мы с горой, можно сказать. Если что-нибудь случится, там, я не знаю, кто-нибудь обидит Машу, то я тоже обижу, конечно же. Потому что я тоже не буду... Машу? И Машу, и всех. Да. Зову как бы... Ну, то есть бойкость вы тоже проявляете? Есть характер, да? Конечно, есть. То есть там, если что... Вот у Маши характера. Ну, да, это я сейчас... Нет, у Насте тоже есть характер, просто она тоже не показывает этого. Ну, то есть, если надо, что, берегитесь все. Ну, это самое главное. Потому что у вас такой образ, действительно, который, я думаю, что общий зритель видит, и думает, ну, господи, ну, как же им тяжело должно приходиться в этом жестоком мире. Правда, я даже сам периодически так думаю, поэтому и задаю этот вопрос. Потому что, ну, как-то должен же быть какой-то стержень, чтобы, если что, и промеж глаз можно было, правильно? Да, это, конечно. Ну, вообще, вот мы очень благодарны своим родителям, что вот они нам дали такое воспитание, которое просто, вот, мы вот очень этим гордимся, что мы такие вот, ну, воспитанные. Пусть это может сейчас как-то звучит громко, что вот какие-то мы там... Ну, я очень благодарна за это маме с папой, что вот они нас так воспитали. Передаем привет маме с папой. Привет, мамочка и папочка. Следующий вопрос. В прошлом году, в интервью для меня, вы говорили о том, что совершенно весна у вас выпадает, совершенно ритм школьный, подготовки к чему-либо, но у вас есть еще год, в следующем году экзамены, весна, пора экзаменов, неделю вы отсутствуете в школе, как я понимаю. Как готовитесь к экзаменам? Чего ожидаете? Есть ли какие-то переживания на этот счет? Ну, конечно, мы... Кто? Давайте я. Давай. Конечно же, мы... Самое сложное это было впереди, это Евровиденность было. Поэтому мы сейчас с Машей так себя друг друга настраиваем. То, что страшнее, чем Евровиденность, ответственнее, больше ничего не может быть. Потому что мы представляли свою страну. ЕГЭ сдавали все, и сдадим мы тоже. Поэтому, конечно же, мы переживаем, волнения, конечно же, есть. Маш, очевидно, школу вы закончите, и придется куда-то поступать. Куда? В Курске? В Москву? Куда метите лыжи? Ну, да, мы, конечно, пока об этом думаем, но... Уже пора прям думать-думать. Пока думаем, наверное, в Курске, наверное, остаемся. А может быть, и в Белгород поедем. Ну, вообще, мы хотим открыть с Настей свою студию вокала. Вот мы хотим имени сестер Толмачевых, мы хотим, чтобы именно была наша студия музыкальная. Так мы не хотим поступать на какой-то... Ну, я рассказываю, что мы хотим. Ну, ладно. Всё в порядке. А так мы, конечно, думаем, наверное, всё-таки в Курске. Нет какого-то желания ИСИ, Гнесинка, профессиональное вокальное образование, чтобы оно тоже было? Нет? Не думать? Нас приглашали в Гнесинку после девятого класса, но мы просто очень переживаем то, что вот жить одни в Москве, вот как-то родители нас тоже пока не могут от них отпустить, поэтому Гнесинка пока... Мы об этом не думали. Пока подождёт. Пока подождёт. Бывает такое. Вот не всех приглашают в Гнесинку, и бывает, что подождут. Знаете ли вы о том, что у вас на Фейсбуке есть псевдо-официальная страница, где существует ваш лжепродюсер, который публикует от вас новые хиты, песни и представляется всячески вашим продюсером? У нас никогда не раз об этом слышим. Понятия не имею. Мне сообщил эту информацию наш шеф-редактор, Рэнди Михеев. Он мне сказал задать этот вопрос обязательно и узнать. Хорошо, сталкивались ли с подобными ситуациями тоже, как боретесь? Когда возникают вот такие фейки вообще, в принципе. Вы знаете, раньше мы очень переживали то, что вот фейки, вот как так, это вот наша страница, за нас сидят. Сейчас у нас такого как бы нет. Нам наоборот больше приятно, что вот люди хотят как-то быть похожим на нас, или вот сидят, общаются именно от нашего имени. Поэтому сейчас как-то у нас более к этому спокойнее. Более того, я могу сказать, я захожу, например, в интернет, ищу там, например, друзей, и просто, например, какая-то девушка, другое имя, но мои фотографии. Меня это нисколько не трогает, меня это нисколько не задевает и не обижает, например, как она так взяла мои фотографии. Наоборот, мне это приятно, потому что человек хочет, может быть, быть на меня чем-то похожим, быть, я не знаю, может быть, не знаю, подражает мне. Поэтому для меня это, наоборот, как-то... Ну, хорошо, что научились с этим справляться, потому что не всем это удается, и порой это неприятно. Но давайте все-таки для того, чтобы все знали, на самом деле, где искать вас настоящих, назовем, где есть ваши соцсети различные, и как называются ваши страницы. Мы сидим только... мы сидим ВКонтакте и в Инстаграме. И? Страничка, логин. Ой, логин, я не помню, но... Как найти? Просто там галочка, Мария Толмачева и галочка, официальная страница ВКонтакте. И в Инстаграме у нас Анастасия Толмачева, 16. И Маша Толмачева, 16. На Фейсбуке сестер Толмачевых нет, уважаемые зрители. Да. Так, собственно, у меня остался последний традиционный вопрос, это просьба спеть. Есть какие-то идеи, что я могу вам предложить спеть? Угадали. Нет, не угадали. Мы знаем, разумеется, мы знаем о том, что на своих выступлениях вы исполняете песню молитвы, Марии Шерифовича, и поете ее на русском языке. Знаете, кто текст написал? Наш шеф-редактор, Энди Михеев. Да? Это русский текст нашего шеф-редактора. И я бы хотел спросить, исполнить маленький кусочек для нас. Молитва на губах моих, как жар сгорает. Молитва, твое имя повторю я снова. Молитва, небо знает, как и я, сколько раз произнесла я ее я. Небо знает, ведь как я, только это одно имя для меня. Молитва, только твое имя. Молитва. А теперь сразу шайм. Молитва. Молитва. Ну а дальше? Дальше, да? Смотрите. Вот это характер. Спасибо вам огромное, девчонки. Я думаю, что мы с вами увидимся еще не один раз и еще не одно интервью с вами запишем. А вдруг что, как оно там дальше сложится? Пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Весна наступает на дворе, а уже тепло скоро. Чего бы хотелось? Конечно. Давай, Настя. Давай, забирай. Я хочу пожелать всем любви, замечательного настроения. Никогда не грустите, всегда улыбайтесь. Пускай вас окружает доброта, любовь, всегда прекрасное настроение. Ваша Маша, Ваша Маша и Настя Мочева. Спасибо. Маша, не будешь, что говорится? Настя, молодец. Спасибо всем. Это было сказ.com. Вога-вога.